20 минут? Хорошо, окей, третий уровень. Важный философский уровень заключается в следующем. Это называется создательный уровень. Восприятие реальности подрастает до третьего уровня. До минимального необходимого, чтобы понять третий уровень. Третий уровень наступает, когда вы уже заработали на трейдинге, так или иначе, большие деньги. Что дальше происходит? А, условия для этого, это вы должны стабильно и прибыльно торговать. Но это не обязательно условия, кто-то попадает на третий уровень достаточно быстро. Так вот, когда у вас большие деньги, что вы делаете? Вот представьте, вы заработали на рынке миллион долларов. Ну, первое, что самое логичное, это начинать их тратить. Как-то вы покупаете, удовлетворяете все свои потребности, удовлетворяете потребности всех своих родственников, покупаете себе квартиру, всем родственникам квартиры. Дальше вы спрашиваете себя, а сделали эти бабки меня счастливее? И немного, да даже не думая просто, вы понимаете, что за фигня, я так долго гнался за этими деньгами, а счастливым почему-то не стал. И здесь я хочу сделать поправку. Заключается она в том, что правильно выбирайте для себя реальную цепь в жизни. Возможно, это из моих уст для вас звучит, ну, как-то по-идиотски, тем более, что никто я такой, чтобы вам такое говорить. Но просто трейдинг, уверяю вас, не сделает вас счастливыми. Не надо питать иллюзию, что деньги делают людей счастливыми. Вы можете заработать кучу денег к 40 годам и получить все профессиональные заболевания, как говорит Герчик. У меня есть все профессиональные заболевания. Реально трейдинг – это очень такой психоэмоциональный напряженный процесс, который влияет психосоматически на ваши органы, который разрушает, возможно, вашу нервную систему, разрушает какие-то органы. Если вы постоянно впадаете, да даже не впадаете, пускай вы даже зарабатываете постоянно, но при этом испытываете нечеловеческий стресс, вы себя сжигаете изнутри. Но это касается, кстати, в основном интуитивного трейдинга. Так вот, люди понимают на третьем этапе, что они стремились не к тому. То есть, они понимают, что да, они заработали деньги, да, вот есть, допустим, миллион долларов. Но и что дальше? Счастье-то счастливее не стало ни капельки. И дальше люди начинают созидать. Реально люди начинают придумывать бизнес. Должен подчеркнуть, что трейдинг – это еще противоестественное занятие, потому что здесь вы, чтобы быть успешными, вам надо, по сути, ковыряться в компьютере все время. Но мое глубокое убеждение в том, что ковыряние в компьютере никого не делает счастливыми. То есть, ну, может быть, программисты там получают кайф от того, что программки пишут. Ну, это странные люди. Вообще, люди – существа социальные, в общем-то, в своей массе получают удовольствие именно от общения. И люди, в конечном счете, пытаются заработанные на трейдинге деньги вложить или основать на эти деньги какой-то бизнес. Ну, вот как ребята, например, из aptik.ru создали свою компанию. То есть, все торговали, торговали успешно, стали партнерами. То же самое там United Traders. Бизнес, кстати, может быть абсолютно разным. В любом случае, это созидательный процесс. Это процесс создания какого-то механизма, цель которого – это зарабатывание денег. Но совсем маргинальные люди пытаются открывать брокерскую компанию. Почему я считаю, что маргинальные? Потому что, ну, не знаю, сейчас просто брокерский бизнес уже настолько поделен, что туда сложно вклиниться новой компанией. Мне кажется, они, многие из них просто питают иллюзией, что там можно что-то заработать. То есть, там, ну, есть БКС, например. Вот открывая компанию, вы подумаете, как у вас может быть преимущество перед БКС. Проще что-нибудь, вот типа, как ребята торгуют Америку специфически очень. Вот там есть у них какие-то конкурентные преимущества. Люди пытаются мутить партнерство с другими людьми. Многие мечтают о собственном хедж-фонде, особенно, вы знаете, которые одурачены случайностью были. Там что-то налепили бабок за один год и думают, все, пипец, я теперь мега-хедж-фандер. Хедж-фанд-менеджер. И начинают стремиться заработать, организовать, собственно, хедж-фонд. На самом деле, в этом ничего плохого нет, потому что любая такая деловая активность, она достойна уважения, потому что люди что-то делают. И реально вот этот бизнес-процесс, он, наверное, приносит больше удовлетворения и, в конце концов, счастья, чем сам трейдинг. Потому что трейдинг очень непостоянен. Сразу скажу, что в трейдинге основная проблема – это нестабильность. Нестабильность, отсутствие прогнозируемого результата. Она делает людей несчастными. Люди все-таки стремятся к стабильности. И самые прибыльные трейдеры, самые, которые зарабатывали там просто миллионы долларов, реально, по моим наблюдениям, стремятся выйти из процесса активного трейдинга. Это, знаете, ну как там молодые игроки в футбол. То есть в футбол играют люди пока молодые. Ну, точно так же, наверное, в трейдинге есть какой-то процесс взросления, старения, когда ты просто уже понимаешь, что ты этот этап прошел, и тебе не хочется заниматься вот этой мелочевкой, этой колбасиловкой. Ты пытаешься заниматься какими-то стабильными масштабными делами. Так что люди пытаются выйти из трейдинга и организовать собственное дело. Но это, опять-таки, я подчеркиваю, это касается реально успешных трейдеров. Но фокус в том, что и на этом этапе всегда есть шанс вылететь. То есть реально люди могут, ну как тот же Джесси Ливермор, да, книга «Воспоминания биржевого спекулянта». То есть он был супер успешен, и даже заработав огромные деньги, он все равно ба-бах и вылетал с рынка. Кстати говоря, вот я сначала не понимал, почему так происходит. Я думал, что Ливермора колбасило просто. То есть ты читаешь эту книгу, и тебе кажется, что просто это Ливермор, там периодически у него были какие-то депрессии. На самом деле ни хрена подобного. Я сейчас это все переосмыслил. Весь фокус заключается в том, что в определенный момент просто он подстраивался под определенный очень резвый рынок, вклинивался в этот рынок с огромными рисками и плечами, и идеально его отрабатывал. За счет этого зарабатывал огромные деньги. Но как только рынок менялся, он сразу терял нахрен все. То есть именно он был заложником определенной фазы рынков. То есть он зарабатывал там, когда крах случился 1929 года, потому что он был... Но он зарабатывал на таких резких, мощных, однонаправленных движениях. И по сути, такие резкие, мощные, однонаправленные движения это мать всех больших прибылей. Ну, во всяком случае, у интегритивных трейдеров. Поэтому, опять-таки, вам на заметку. Если вы хотите интуитивно торговать и разрабатывать систему, которая будет хорошо зарабатывать время от времени, надо попытаться понять, как брать огромные движения. Еще такой нюанс, допустим, если вы торгуете только фьючерсом РТС, вы должны сознавать, что такие движения будут происходить, допустим, в 10 раз реже. Если вы отслеживаете 10 инструментов, которые периодически срываются в космос или падают в бездну, и при этом никак не коррелируют друг с другом. То есть, в этом плане я стал смотреть на американский рынок акций. Мне стало интересно, потому что там очень большой выбор акций. И все, они практически, ну, многие не связаны друг с другом. То есть, абсолютно отдельные корпоративные истории. Особенно в сезон отчетов. Это вот в сезон отчетов, почему многие трейдеры торгуют на Америке. Потому что акции действительно, во-первых, теряют абсолютно корреляцию. 10 отчетов вышло, и 10 акций могут шарашить совершенно в разные стороны, в зависимости от того, какая информация вышла. И могут шарашить достаточно сильно. И трейдеры на американском рынке это эксплуатировать. Так, по бизнесу есть какие-то вопросы? Открытие хедж-фонда, но, как Бартон Биггс в книге Хеджи Хоггинг писал, что на каждую историю из грязи в князи в области хедж-фондов найдется 3 истории из грязи в грязь. Или из грязи в князи, а потом снова в грязь. То есть, как бы, то, что вы сделали хедж-фонд, это еще ничего не значит. Вы сделали большую работу, вы потратили кучу времени, денег. Вы, возможно, даже нашли инвесторов. Но не факт, что это будет рабочий жизнеспособный механизм. Потому что хедж-фонд – это заявка на то, что вы будете торговать, конкурировать за большие деньги. То есть, ну, хедж-фонд – это значит, там, десятки миллионов долларов минимум, а лучше сотни. На таком уровне конкуренция за деньги бешеная. И забирать их у других участников рынка становится крайне сложно. То есть, там уже двузначные цифры годовой доходности – это считается супер. Особенно, если это стабильно. Так, еще вопросы по бизнесу. По стремлению трейдеров уйти в бизнес. Ну, не знаю, вот на самом деле мало очень примеров, мне кажется, людей, которые просто тупо, допустим, начали торговать. И там 10 лет находятся на одной и той же стадии стабильного трейдинга, когда они каждый день делают одни и те же вещи и никак не прогрессируют, никуда не стремятся, не пытаются урвать там в один день миллион долларов. А просто только по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день и делают это стабильно на протяжении десятилетий. Наверное, такие люди тоже существуют, но надо понимать, что это, скорее всего, их внутренние особенности. То есть, это, как бы, такие сугубо дисциплинированные люди, наверное, не склонные к риску, которые только так и могут работать. Важная идея, которую я хочу сказать, это то, что не существует универсального способа торговли для всех людей. Потому что все люди разные. У всех людей совершенно разные слабости. И очень хорошо бы, на самом деле, знать свои слабости, потому что трейдинг моментально в виде обратной связи, то есть денег, он моментально вам показывает, где вы неправы. И ваши слабости начинают вылезать наружу. Поэтому вот и советов никаких нельзя, даже универсальных. Нет никакого совета. Да, ну вот я говорю, совет на самом деле. Поскажите, как торговать на фонду. Надо торговать, надо искать метод. Пока сам не научишься, не будешь. Метод, который вам наиболее комфортно подходит. Потому что есть люди, которые не могут там постоянно гоняться за стаканом и так далее. Кто-то, наоборот, молодые, как правило, люди, молодые, худощавые такие парни, которые рубились в компьютерные игры по сети. Вот из них часто скальперы вырастают. Быстрые реакции, какие-то такие машины, рефлексы. И вот они часто им подходят скальпинг. Люди какие-то другого склада характера, они предпочитают там просто купил и спокойненько держишь себя, пока не вырастет. Тоже такие спокойные люди, они никогда не будут колбасить. Есть люди дисциплинированные, они торгуют системно. Есть люди недисциплинированные, они, может быть, берут и решают эту проблему по-своему. Например, если ты недисциплинированный, в одно время ты торгуешь один контракт, в другое время ты торгуешь 100 контрактов. И как-то между этим балансирует. Чего, какие есть еще идеи, куда уходят трейдеры в бизнес? Есть же... А, так вот, важный вывод. Если у вас есть талант заниматься бизнесом, не надо трейдингом заниматься. То есть, сразу идите занимайтесь бизнесом, который нравится. Или делом, который нравится. Это иллюзия, что там надо большие деньги, чтобы открыть свое дело. Ну, на самом деле, просто надо по-другому немножко зайти. Лучше, может быть, найти партнеров, привлечь кредит и заняться сразу бизнесом, который нравится. Ну, и, кстати, здесь не факт, то есть, ну вот, ну вот у Антона там какие-то бизнесы, да, есть из АНГ, да? Да, там много бизнеса. Вот. А, и не связанных с трейдингом, да? Нет, нет, там рестораны, сейф. Ну вот, а то есть... Это же фигура мистическая, так что это тоже... Это слухи. Слухи. В бизнесе заработал, в акции. В акции заработал. А, давайте, коллеги, в обстраку лично будем уходить, потому что Борис Федоров меня попросил следить за регламентом. Понимаю, и договорился по этому залу. У нас есть порядка 10-15 минут, и лучше с Марфею задать вопрос по торговле, по его опыту. То есть, то, что мы здесь собрались, я думаю... Ну, я бы, на самом деле, еще буквально минуточку, вот, писал бы схемку. Это зависимости. По горизонтальной оси это время. Время, которое... В течение которого вы развиваетесь. Верхнее – это восприятие реальности, то, с чего мы начали, да? То есть, чем больше вы читаете, узнаете про рынок, чем больше вы анализируете свои ошибки, тем больше вы адекватно воспринимаете реальность. Контроль за собой. То есть, на начальном каком-то этапе вы себя плохо контролируете, вы не можете делать то, что запланировали. Потом он начинает расти. То есть, вы начинаете постепенно все лучше и лучше, когда вы растете. Это вот этапы эволюции трейдеров во времени. Вы обретаете способность делать так, как запланировали, как трейдеры. Стремление к созиданию у вас со временем растет. То есть, самый низший вид трейдинга – это вы смотрите на графики и пытаетесь увидеть там деньги. То есть, вот книжка даже такая была. Как увидеть деньги на экране монитора. Это самый низший и мудацкий способ заработать монитор. Это все, что я в рулетку пытался играть. А созидание – это что такое? Это анализ, это исследование статистических закономерностей, это какие-то разработка роботов и создание бизнеса. Да, и по мере того, как вы развиваетесь, уровень ваших трат от доходов снижается к целевому значению в 10%, как сказал Алексей Каленкович. То есть, вы зарабатываете все больше. То есть, на начальном этапе, понятно, если вообще есть какие-то доходы, вы их все тратите. Когда вы растете, как трейдер, вы все больше и больше денег начинаете откладывать из заработанного или рекапитализировать и все меньше относительно дохода тратить. Еще одна зависимость тоже. По мере того, как у вас растет капитал в управлении, вы увеличиваете таймфрейм торговли. То есть, самый низший вариант – это скальпинг или высокочастотные роботы. Это все имеет очень большой… Ну, то, о чем вы спрашивали. Чем больше денег у нас, тем меньше мы стремимся к риску. То есть, реально, если у нас 10 миллионов долларов, нахрена нам вообще рисковать? У нас жизнь устроена, все. Как говорит Эдди Мерфи, концы с концами сами за них делать сходятся. Вот, 10 миллионов долларов. И вам, ваша задача, основная, не потерять. Поэтому вы торгуете с минимальными рисками, пытаясь просто сохранить эти деньги. И реально это характеризует отношение к торговле. Поэтому вы увеличиваете таймфрейм. Вам уже не надо колбасить каждый день. Вы входите в сделку там один раз и можете там сидеть очень долго. Да, и соотношение шум-тренд. Ну, чем меньше у вас денег, тем большую склонность люди имеют торговать вот в этой колбасе. Когда рынок стоит на месте и ничего не делает. Если у вас будет миллион долларов, я вам скажу, торгой, вы не сможете в этой маленькой колбасе что-то делать. Соответственно, вам надо будет искать на графике какие-то примеры движений. Вообще, шум-тренд – это ключевое понятие к зарабатыванию денег. Надо искать рынки, на которых шум минимален, а тренд максимален. И это ключ к построению большинства прибыльных систем. Евро-доллар – шум максимален, тренд минимален. То же самое фьючерс S&P 500, особенно внутри дня. Фьючерс RTS в этом плане более выигрышен, но, мне кажется, со временем он будет мутировать и тоже станет очень эффективным со временем. То есть, даже большое наличие высокочастотных роботов, которые фигачат на фьючерс RTS, они его убивают с точки зрения шум-тренд. То есть, шума становится больше, тренда меньше. Но тренд все равно присутствует, потому что инструмент волатильный. Так, ну какие есть вопросы вообще в целом? Хорошо. На самом деле, с самого начала вы должны понять, что делает вас счастливым. Потому что ответ...